В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Три месяца без лифтов. Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Солнце русской поэзии. В детской библиотеке отметили день памяти Пушкина. В молодежном центре прошло первенство города по бадминтону среди детей. Далее расскажем обо всем подробно. Организации, чья деятельность в наибольшей степени пострадала в пандемии, могут получить льготы по транспортному и земельному налогам. Как подать заявление в налоговую инспекцию и кому еще положены послабления, расскажем в следующем репортаже. Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, отрасли которых ощутимо пострадала в период пандемии, освободят от выплаты имущественного и земельного налогов за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. В расчет берут объекты, которые используются в рабочих целях. По транспортному налогу тоже предоставляется освобождение на все транспортные средства, которые используются в предпринимательской деятельности, за исключение маломерных судов, применяемых в некоммерческих целях и зарегистрированных в органах ГИМС, МЧС. Посмотреть перечень наиболее пострадавших отраслей можно в постановлении правительства номер 434 от 3 апреля 2020 года. Никакие заявления и документы подавать не нужно. Информация в налоговой обновляется автоматически. Женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет имеют право на федеральную льготу. Она освобождает предпенсионеров от налогов в отношении одного объекта определенного вида. Это жилой дом или его часть, квартира, ее часть или комната, гараж или машина-место, а также хозяйственные постройки площадью до 50 квадратных метров, которые расположены на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства и индивидуального жилищного строительства. По земельному налогу выполняют вычет с 6 соток на один земельный участок. По транспорту предоставляют льготу на одно средство мощностью до 150 лошадиных сил. Сотрудники инспекции напоминают саровчанам о том, что до 30 апреля нужно предоставить декларацию по форме 3НДФЛ. Физические лица, которые получили доходы от продажи движимого и недвижимого имущества, которое находилось в собственности менее трех лет, а также получили доходы от сдачи в аренду имущества. Декларацию можно заполнить в программе на сайте ФНС России через личный кабинет налогоплательщика, госуслуги или прийти в инспекцию лично. Жители многоэтажного дома на Московской 8 уже несколько месяцев обходятся без лифтов. Кабины должны были заменить в рамках капитального ремонта до конца прошлого года, но доделали все только в начале февраля. Однако приемки объектов все еще не было. Лифты периодически ломаются. К тому же при ремонте работники испортили стены подъездов. Обращение к подрядчику ни к чему не привели, и жители позвонили в нашу рубрику «Городской дозор». В ситуации разбиралась наша съемочная группа. С 1 по 31 декабря 2020 года заменят кабины лифта. Об этом информирует табличка на стене подъезда. Однако лифты в доме номер 8 по улице Московской отключили еще в середине ноября. И до февраля жильцы вынуждены были подниматься и спускаться своим ходом. Но на этом трудности не закончились. В первом и втором подъездах недавно сделали косметический ремонт, который, по мнению жильцов, существенно пострадал во время замены лифтовых кабин. Покрасили тем колером, который не подходит совершенно. Вот и очень долго делали, очень долго делали. Так невозможно сделать. Я сама лично к ним много рамок. Говорю, ребята, ну как же так? Сделайте, например, там у нас замазано было очень плохо. Говорю, ребята, сделайте получше. Меня, можно сказать, чуть не посылали на три буквы. И так же продолжалось. Сколы на стенах, оторванная плитка, изрезанный линолеум и щели в креплениях лифта. Жильцы считают, что вид подъезда испорчен. Лифты работают в тестовом режиме уже больше недели и без сбоев не обходятся. Время установки делают. Вот написано, что месяц. А они середину ноября отключили и до сих пор не ездим. Один день прокатились, попробовали и все. Встал на шестом этаже, вот у нас в третьем подъезде. Двери открыты, звонят все народ. Лифт подключен в работе, все, отстаньте. Комиссия не примет работу компании ООО «Лифтсерис», пока все проблемы не устранят. Председатель дома вместе с депутатом Саровской думы Евгением Данченко уже обращались за помощью в управляющую компанию МУП «Центр ЖКХ» и беседовали с главным инженером проекта. Найти общий язык с подрядчиками пока не выходит, признается Евгений Данченко. Вариант один, то есть давить-давить на подрядную организацию и добиваться того, чтобы они все сделали качественно. Потому что в противном случае, ну все это заактируется и так далее, и я думаю, они, наверное, за такие выполненные работы, те деньги, которые предусмотрены в рамках контракта, не получат. Ну там, поседимся, либо штрафные санкции, либо что. За разъяснением ситуации мы обратились в пресс-службу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области. О результатах расскажем в ближайших выпусках новостей. Школьникам теперь нельзя пользоваться смартфонами на уроках. По новым санитарным правилам Роспотребнадзора телефоны можно носить в школу только, чтобы общаться с родителями. Запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Пятидневку планируют ввести в нижегородских школах с 1 сентября. Об этом сообщила министра образования региона Ольга Петрова. По ее словам, такой опыт уже есть в Москве и Санкт-Петербурге. Пока есть определенные сложности. По ее словам, дети должны получить качественное образование, необходимые часы уроков. Но при этом школьники не должны быть перегружены. Министра добавила, что не стоит ждать внедрения системы абсолютно во всех школах сразу. В каких-то учебных заведениях действительно получится распределить нагрузку на 5 дней. Где-то на пятидневку перейдут позднее. Новые правила по содержанию свиней в личных хозяйствах начали действовать в Нижегородской области, сообщил председатель комитета ветеринарии региона Михаил Курюмов. Они ужесточают требования к условиям содержания свиней. В каждом личном подсобном хозяйстве на входе обязательно должны находиться дезинфекционные коврики. Также правила требуют, чтобы животных вывозили только из благополучных хозяйств. Все хозяйства должны зарегистрироваться в системах Меркурий и Цербер. Новый проект «Учителю с любовью» стартовал в рамках всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». 13 февраля в рамках традиционной акции «Добрый суббот» участникам конкурса предлагают поддержать пожилых учителей. Школьники смогут оказать им посильную помощь, сходить за продуктами или лекарствами, сопроводить на прогулку, провести время вместе и выразить свою благодарность и признательность учителям за труд и заботу. Фото и видео оказанной помощи благодарности педагогам можно опубликовать в социальных сетях и сообществе «Большой перемены» с хэштегами «Учителю с любовью – большая перемена». 12 и 13 февраля в Сарове пройдет муниципальный этап 39-й всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021». Из-за ограничений воспитанники детских садов и школьники выйдут на старт на стадионах своих учебных заведений. 13 февраля в рамках «Лыжней России» на лыжной базе пройдет мемориал Музрукова. Спортсмены будут соревноваться в забегах на 5 и 15 километров. Церемония открытия в 10 часов утра. Получить пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством можно будет в беззаявительной форме. Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, разработанный Кабмином. Согласно документу, средства будут перечислять людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат, то есть автоматически в электронном виде, сказал Мишустин. Ранее он утвердил порядок уведомления граждан о персональных выплатах. Получить информацию о пособиях и льготах можно будет через личный кабинет портала Госуслуг. К этим данным также добавят информацию о способах получения льгот и о списке документов, которые будут нужны для этого. С 1 июля получить информацию о выплатах можно будет через единый телефонный номер и чат-бот на портале Госуслуг. В Нижегородской области зафиксирован один из самых низких показателей прироста смертности среди субъектов Приложского федерального округа. Обнародованные данные Росстата прокомментировал губернатор региона Глеб Никитин. Это главный показатель того, что регионы справились с пандемией. Среди субъектов ПФО прирост смертности ниже, чем в Нижегородской области, только еще у двух регионов. Наш регион входит в тройку тех, где этот показатель самый низкий – 17,4%. При этом средний по России прирост смертности – 18%. Наш регион входит в шесть областей, где прирост ниже. Как пояснил Глеб Никитин, остальные пять субъектов с низкой смертностью либо находятся далеко от столиц, либо менее населены. При этом по численности заболевших коронавирусом Нижегородская область стабильно находилась в четверке. По словам главы региона, своевременно принятые меры помогли сдержать прирост смертности. За последние сутки в России выявили 15 038 новых случаев коронавируса. 454 из них в Нижегородской области. В Сарове заболели еще 15 человек. Закатилось солнце русской поэзии. 8 февраля 1837 года на дуэли был смертельно ранен Александр Сергеевич Пушкин. Через два дня он скончался. Во всей стране 10 февраля отмечают День памяти великого поэта. Свою программу, посвященную творчеству поэта, подготовила детская библиотека. Бурю мглое небо кроет, вихри снежные груза. То, как зверь она заводит, то заплачет, как птица. Прочесть стихотворения на поэтической табуретке, посетить игровые площадки и посмотреть выставки, инсталляции и арт-вернисажи. 10 февраля в библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина прошел День памяти знаменитого поэта и писателя, имя которого она носит. Маленьких гостей Пушкинки разделили на несколько команд и провели по разным отделам библиотеки. В холле каждый мог измерить свой рост и сравнить его с ростом Александра Сергеевича. Поместили портреты Пушкина, Натальи Николаевны Гончаровой, трех царей, при которых жил Александр Сергеевич Пушкин. Но мы их не просто поместили, мы их поместили по росту, для того, чтобы дети узнали, какой рост был у Пушкина, какой у Николая Первого, у Александра Первого, у Павла Первого, какой рост был примерно у его друзей Петра Плетнева и Ивана Пущина, например. В отделе отрочества юные путешественники узнали немного больше о дуэлях, познакомившись с выставкой «Честь дворянин не кинет, хоть головушку и сгинет». К спорным вопросам, решающимся только через дуэль, ребята отнесли деление конфет и недвижимости, а также вспомнили, что сегодня дуэли могут быть только словесными. Еще одна площадка – это «Литературный мир Пушкина». Вот здесь мы сейчас с вами находимся. Это такой маленький музей. Музеем трудно назвать, но какие-то у нас реликвии здесь все-таки есть. Потом это будет зал электронной информации. Там ребята познакомятся с любимыми блюдами Александра Сергеевича Пушкина. В отделе краеведения ребята познакомились с местами, в которых бывал великий поэт. Увидеть, как рос и менялся Александр Сергеевич, можно было в отделе искусства. Здесь повесили его портреты от детства до зрелого возраста. Ну, а интереснее всего мне показалось то место, где нам показывали древние русские предметы, посуду. Еще крайне интереснее мне показались древние книги, издания которых еще 1953 года. Это довольно большая редкость, и они неплохо сохранились. После этого дня я планирую прийти в библиотеку и взять какую-нибудь книгу Александра Сергеевича Пушкина. Путешествие по вехам жизни Пушкина продолжалось 45 минут. На экскурсию по каждой площадке сотрудники библиотеки отводили не больше 10 минут. Увидеть интерактивные выставки можно до 13 февраля. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Первенство города по бадминтону среди детей прошло в молодежном центре. Два дня ребята показывали свое мастерство и определили победителей в двух возрастных группах. Подробнее о соревнованиях расскажем в следующем репортаже. Несколько минут на разминку, и ребята занимают позиции по разные стороны сетки. После коронавирусного затишья, когда спортсмены всех мастей остались без соревновательной практики, жизнь возвращается в привычное русло. В молодежном центре прошло традиционное первенство города по бадминтону. Играли два дня. В первый на корт вышли ребята до 15 лет. Во второй дети помладше. Турнир прошел по олимпийской системе. Основная цель – дать юным спортсменам почувствовать дух соревнований и присвоить новые разряды. Юношеские разряды в группе до 15 лет получат первая шестерка с первого по шестое место. А до 13 получат только финалисты. Первое место до 15 лет получат второй юношеский. Со второго по шестое получат третий юношеский разряд. Юлия Хохлова в бадминтоне с первого класса. Решение, а точнее искреннее желание прийти в секцию было логичным шагом. Вместе с родителями и сестрами она часто играла на природе и еще в детстве полюбила этот вид спорта. Сейчас у Юли второй взрослый разряд. И на правах старшего товарища она помогает ребятам развивать свои навыки. Показывает, как нужно играть и выступает в роли судьи. По мнению девушки, бадминтон – это очень интересный, но в то же время требовательный вид спорта. Очень тяжело, особенно на соревнованиях, потому что ты не знаешь, чего ждать от соперника. И это очень тяжело. Волнение, тренер тоже. Это сложно. Секция бадминтона в молодежном центре – это уникальное место, где бок о бок на равных со всеми занимаются и ребята с УВЗ. И не просто занимаются, а завоевывают путевки на соревнования самого высокого уровня, где защищают честь нашего города. В принципе, я не чувствую никакой разницы. Дети, дети тоже так же добиваются успехов в соревнованиях, в любых состязаниях. И, соответственно, и занимаются, тренируются. Ничего не отличаются они от обычных. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова